My Financial Wealth Blog, да, я с ник-наймом буду читать, а можно вас попросить провести интервью с военнопленными вместе, у вас разные подходы в интервью, вот снова они говорят, но будет очень интересно, проведем? Ну я уже предложил еще до интервью вот эту всю историю, дело в том, что я, как вы знаете, снимаю на телефон с одного ракурса и как бы поэтому у меня и хромает немножко, может быть, где-то изображение и звук, но тем не менее, зато у меня все помещается. в один небольшой рюкзак весь мой комплект, и я могу сейчас куда угодно с этим, и очень быстро и оперативно, но у тебя классная история с тем, что вы можете вот помочь как раз с камерами, и что я предлагаю, я предлагаю собрать всех пленных, которые есть здесь на лагере, попросить об этом, да, чтобы их собрали всех в, там же есть комнатах, есть телевизор, да, вот там, где они смотрят новости в этой комнате, я хотел бы им поставить как раз две нарезочки. Там, где у них большие мучения, они всегда возвращаются в Россию, я просто смотрел, что они говорят для Раши туда, я знаю, какое самое большое как бы преступление, которое делают украинцы в лагере, да, они заставляют смотреть украинские новости, они это говорят. Я насколько, да, это понятно, слушай, они говорят, что их без ног заставляют танцевать, а один вот с такой вот репой, улыбаясь, рассказывал о том, что ему вообще есть не давали, держали его на одной воде. Так я взял, нашел его видео, где его в плен брали, он был в половину меньше, чем после плен. Это правда, это тоже видео, да. Хорошо, продолжай, я тебя перебил. Да, 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 так вот, я хочу их всех собрать в этой вот комнате, ну, сколько там, человек 50, наверное, да, по месяцу? Да, где-то так. И включить им на телевизоре две нарезочки. Две нарезочки как раз вот, одна будет касаться вопроса расшизма, то есть им же там по телевизору все это время рассказывали о том, что у нас нацисты здесь в Украине, да? Так вот, я хочу показать, что все то, что им рассказывали про украинцев, все это же есть у них, да? Они же там гоняют у себя нарезочку 30-секундную, там у нас ребенок какой-то где-то зиганул, еще что-то, они все эти видео... И я им хочу показать, что, ребята, вам гоняют вот эти вот обрезочки вот этих вот видео 24 на 7, 8 лет уже. 8 лет они у вас то всплывают, то выныривают, то заныривают. И я им хочу показать получасовое видео с такой же нарезкой из России. И это не будет какие-то там 90-е, 2000-е годы. Вот теперь и свежее, и старое, все. То есть я вот, и я хочу спросить их, так что, где здесь, где нацизм тогда в таком случае? А потом пойдем дальше, потом сравним. Гитлера речь, Путина речь. У меня это все уже есть. Я им хочу показать сравнение. Речь Путина, речь Гитлера, цели нацистов во Второй мировой войне и цели, озвученные Путиным сейчас. И вы увидите, что это одно и то же, по сути. Они настолько, они даже в 4 утра вторглись практически, там столько схожего. Это одна нарезочка. И потом я хочу им показать вторую нарезочку, касающуюся вот этих вот 8 лет. Да? Там несколько сюжетов. Первый сюжет это, когда украинка в Макеевке уже в 2022 году гоняет нациста, который пытается кого-то мобилизовать. А почему я говорю нацист? Потому что нашли его фоточки ВКонтакте, а у него все свастики, полностью все на теле. Вот мобилизатор там ходит, мобилизирует вот со свастиками. Я им хочу вот это вот показать. Но это не главное. Главное, что украинка до сих пор в 2022 году в Макеевке оккупированной, несмотря на всю промывку мозгов, несмотря на все запреты инакомыслия, она все равно продолжает считать себя украинкой и сопротивляется вот этой вот мобилизации. И не дает мобилизовать своего сына, по-моему, или кого-то из своих родственников. Это первый эпизод. Второй эпизод это про свободу слова в России. Я им хочу показать. Как там людей за чистые листочки задерживают, бьют. Росгвардяйцы, которые здесь воюют. Как у людей написано два слова просто. Вот два слова написано на листочке. Задерживают, бьют. Как просто их просто задерживают за то, что они мимо проходили. Понимаешь? Я им хочу это показать. Я им хочу спросить, ну что? Это не нацизм у вас? Потому что в нацистской Германии при нацистском режиме было ровно то же самое со свободой слова. Нет, не нацизм, рашизм. Потому что не точное сравнение, но очень близко. И потом мы будем спрашивать, да? Хорошо. Да, и по ходу дела я им хочу вот это вот запускать, останавливать и спрашивать. Я уже это такое делал, но просто мне нужно, чтобы вы мне помогли вот как раз вот с этим вот техническим обеспечением. Сняли их, сняли нас с тобой, да? Вот как мы будем с ними разговаривать. И потом вот это вот все сложить. И, конечно же, про 8 лет. Про 8 лет очень важно. Бомбили бомбас, да? Потому что с жителями Луганска, например, вообще невозможно общаться до тех пор, пока ты им это не покажешь. Потому что это будет сидеть человек, который будет говорить, нас бомбили ВСУ. Все. Это у них... Да, это стабильная телега у них. А я им покажу фактически, откуда что прилетало, как заходило, с доказательствами. Российскую технику там покажу. Зададим им вопрос, а что же она тогда там в таком случае у вас сделала? Это российская вся эта вот российские так называемые добровольцы, российская техника. И так далее, и так далее, и так далее. Пройдемся с ними по всем шаблонам российской пропаганды, которую я собрал. И зададим им открыто вопросы. Их будет 50, нас будет с тобой двое. Так, мы будем показывать и будем спрашивать, что вы можете об этом сказать. Вот. Отлично. Вот это вот мы вместе можем провести такое интервью. Что касается интервью, интервью предусматривает тет-а-тет. Я даже на Диму, мы с Димой работаем, я даже постоянно, меня зрители, я знаю, за это тоже не любят, критикуют, но я ему даже не даю. Когда я разговариваю, я должен разговаривать. Потому что это диалог, потому что я веду какую-то определенную свою линию. Я знаю, что я хочу услышать, или какой я ответ хочу услышать, или какой я ответ хочу услышать для того, чтобы задать еще следующий вопрос. К чему я, собственно говоря, веду? К чему, к какому логическому завершению я хочу привести этот разговор? Ты знаешь по-своему. Если мы с тобой сядем вдвоем, и возле нас будет пленный, ну я не думаю, что это уже будет интервью.